В Биробиджане сегодня проживает 45 детей, страдающих детским церебральным параличом. Всего в Верейской автономной области таких детей около ста, но до сих пор не было ни одного специализированного отделения, где оказывался бы полный комплекс услуг по медицинской реабилитации. В настоящее время в епархиальной больнице святого великомученика и целителя Пантелеймона начал осуществляться проект по медицинской реабилитации детей-инвалидов. Об этом сюжет наших коллег. В больнице святого великомученика и целителя Пантелеймона Биробиджанской епархии состоялось официальное открытие медико-психологического реабилитационного отделения для детей-инвалидов, страдающих детским церебральным параличом. В этот день в здании медицинского учреждения собралось духовенство представителей руководства области и города, общественных организаций, руководители медицинских учреждений и, конечно, юные пациенты. С приветственным словом к собравшимся обратился архиепископ Биробиджанский Кульдорский Иосиф. Нам очень приятно, что мы находим отклик и у правительства, и у мэрии города, и в благотворительных фондах. И не только отклик на словах, но и, что очень важно, на материальную поддержку, потому что за счет этой материальной поддержки и приобретается вот все то необходимое оборудование, без которого такая реабилитация детишек просто невозможна. Все выступающие на открытии отделения реабилитации отметили, что Биробиджанская епархия в очередной раз своим проектом создала базу для новых идей и добрых дел. И теперь очень важно, объединив усилия церкви и общества, развивать и поддерживать эту инициативу. Все мои коллеги, которые сегодня вместе со мной пришли сюда, это вот та большая команда, уважаемая владыка, с которой вместе мы сможем многое. В части того, чтобы оказать нашим ребятам, нашим деткам, нашим семьям, которые в этом нуждаются, всяческую помощь в лечении различных заболеваний, которыми, к сожалению, страдают наши дети. И я думаю, всем вместе у нас многое получится. Новое отделение реабилитации может стать базовой площадкой для совместной работы с детской областной больницей, врачи которой будут давать направление на реабилитацию детей. И для волонтерской практики студентов медицинского колледжа. И, конечно, вот этот центр, мы обязательно будем принимать участие в его работе. Я думаю, что это будет и моментом образовательным, то есть как будущим медицинским работникам, нашим студентам будет очень полезно присутствовать при тех реабилитационных мероприятиях, которые возможны сейчас. У нас никогда раньше такого не было. Особой гостей на открытии центра стала главный специалист-эксперт фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина Зеленицына. Этот фонд оказал неоценимую помощь в поиске и привлечении средств для приобретения специализированных медицинских тренажеров. Конечно, нам было очень приятно сотрудничать с больницей, и мы поняли, что, конечно, здесь все будет как нужно, все будет верно реализовано. И в таком случае мы стали искать средства, мы стали искать возможности помочь. Нет никаких сомнений, что такими совместными усилиями проект будет развиваться. В планах помимо медицинской помощи планируется привлечение психолога, логопеда, создание икровой сенсорной комнаты, комнаты с использованием наборов для развития мелкой моторики и чувствительности. Планируется внедрение реабилитационных программных комплексов с биологической обратной связью. Наталья Шуплецова, Кира Артемова, Сергей Касьянов. Пресс-центр Биробиджанской епархии. Для телеканала «Союз». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...